Все утро 22 июня 41 года. Константин Симонов писал стихи. До двух часов дня он не знал, что началась война. Он не подходил к телефону и не включал радио, и потому не слышал и не мог слышать выступление Молотова, которое передавали в 12 часов 15 минут. 5.30 утра 22 июня Молотов встречался с германским послом Шуленбургом. Шуленбург сообщил, что германское правительство поручило ему передать следующую ноту. Ввиду нетерпимой угрозы, создавшейся для германской восточной границы, вследствие массированной концентрации вооруженных сил Красной Армии, германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. Молотов спрашивает, что означает эта нота. Шуленбург отвечает, что, по его мнению, это начало войны. Молотов говорит, что вблизи границы проходили обычные маневры. Если маневры были нежелательны, можно было бы обсудить этот вопрос. Шуленбург говорит, что он не может выразить свое подавленное настроение, вызванное неоправданным и неожиданным действием своего правительства. Шуленбург добавляет, что он отдавал все свои силы для создания мира и дружбы с СССР, но против судьбы он ничего не может поделать. До возвращения Молотова, после встречи с Шуленбургом, Сталин полагает, что германские действия – это провокация. Сталин говорит, что Гитлер наверняка не знает об этом. Агентурные сообщения о подготовке Германии к войне против СССР шли Сталину с сентября 1940 года. При этом советская разведка испытывает крайне иррациональное недоверие Москве. Сталин не желает адекватно воспринимать информацию о приближающейся войне. Указываются направления основных будущих немецких ударов. Сообщается о формировании будущего административного управления оккупированной территорией СССР. Появляется дата вероятного нападения. Заместитель Берии Меркулов докладывает Сталину информацию, полученную от агента берлинской резидентуры под именем Старшина. Все военные мероприятия Германии по подготовке выступления против СССР полностью закончены. Удар можно ожидать в любое время. Сталин оставляет резолюцию. Товарищу Меркулову можете послать ваш источник к такой-то матери, Иосиф Сталин. Когда Молотов 22 июня доложит о ноте, переданной германским баслом Шуленбургом, Сталин спросит, что означает эта нота. Молотов ответит, германское правительство объявило нам войну. Молотов вспоминает, в тот день в горячке разговора, телефонных звонков, кто-то сказал, что надо бы выступить по радио, сказать народу о случившемся, призвать к отпору врагу. Сталин говорит, что ему самому выступать рано, пусть выступит Молотов. После радиообращения Молотова Сталин ему скажет. Это правильно, что выступал сегодня ты. Я звонил сейчас командующим фронтами, они даже не знают точной обстановки. Просто удивительно, что такие крупные военачальники и вдруг растерялись. Они должны сами отражать врага, не дожидаясь наших распоряжений. На то они и армия. Распоряжений 22 июня ждать было бесполезно. В момент нападения Германии рухнул план, который Сталин вынашивал, лелеял, ради которого он пожертвовал ни много ни мало обороной государственных границ СССР. 22 июня рухнул Сталинский план, предполагавший исключительно наступательные действия на территории противника. К весне 1941 года факт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между СССР и Германией исчерпывает себя. Очевидным становится столкновение интересов СССР и Германии на Балкан, в Финляндии, на Ближнем Востоке, в вопросе о проливах из Черного моря в Средиземное. Перевес все больше на стороне Германии, плюс ее успех в Европе в 40-м году. Германская агрессия в отношении СССР неизбежна. Сталинская цель в этих новых условиях – удержать и расширить территориальные приобретения, сделанные в Европе в 39-40-м годах. Наступательные военные действия планируются в лучшем случае на 42-й год, в худшем – на 43-й. Для Сталина это продолжение имперской политики. При этом наступление на мир капитала вписывается в официальную коммунистическую идеологию, ассоциируется с лозунгами мировой революции. ...дальше фашисты шагали по Европе, тем больше чувство душевной стесненности вызывали у меня наше лояльное отношение с этими завоевавшими Европу людьми. Вдруг промелькнувшее в газете сообщение ТАСС о противовоздушной обороне Лондона, в котором прозвучала нота сочувствия к оборонявшим свою столицу англичанам, было воспринято с обостренной радостью. Я говорю не только о себе, пишет Симонов. Хорошо помню, что это было общее чувство. Для Сталина эти чувства населения – залог поддержки его амбициозного похода на Запад. 5 мая 41-го года Сталин выступает перед выпускниками военных академий, перед партийной и военной элитой. На прошедшем затем банкете в ответ на тост одного из генералов за мирную сталинскую внешнюю политику, Сталин подает реплику. Проводя оборону, мы должны действовать наступательным образом. Перейти от обороны к военной политике наступательных действий. Красная армия есть современная армия, а современная армия – армия наступательная. Вслед за этим сталинским выступлением появляется план Жукова-Тимошенко-Василевского. Маршал Жуков по этому поводу в 1965 году скажет, «Идея опередить Гитлера» появилась у нас с Тимошенко в связи с речью Сталина 5 мая 41-го года. Конкретная задача была поставлена Василевскому. 15 мая он доложил проект директивы наркому Тимошенко и мне. И если мы посмотрим на выработку планов Советского командования в отношении будущего противника, таким является Германия, то эти планы в 1940 году, потом в начале 1941 года и потом накануне самого вторжения немцев на территорию Советского Союза, эти планы постоянно совершенствовались и линия упреждающего удара в них просвеживалась все более и более явно. То есть Советская команда, вне Советского руководства подходила к идее упреждающего удара. Главный упреждающий удар должен быть нанесен на юго-западе. Германские войска отрезаются от Балка, в первую очередь от румынской нефты. Последующая задача – овладение территорией бывшей Польши и Восточной Горуси. Конец взятия. Первая реакция Сталина на план Василевского-Жукова активно отрицательная. Он боится спровоцировать Германию и потерять инициативу. Затем Сталин меняет свое мнение. Вопрос заключается еще и в том, что вот эта идея упреждающего удара, она ложится моральным пятном, как бы, на политику советского государства. Мы миролюбивое государство, мы страна рабочих христиан, мы заключили пакт, значит, о ненападении, мы не могли нарушить мир и так далее, и так далее. Все это не стоит ломаного гроша, потому что... И все это, кстати говоря, морально падает и на проблему Отечественной войны. Народ пострадал, значит, миллионы людей погибли, тяжелое было положение в стране, в тылу, и так далее, и так далее. Гибель, голод и так далее. Как можно говорить о том, что советский народ мог такое вещи сделать? Такое сделать. Я думаю, что эти вещи совершенно разномерные. Они совершенно не связаны между собой мораль, относящаяся к Отечественной войне 41-45-го годов. И вот эти планы предвоенного периода, они ничего общего между собой не имеют. Дело все в том, что когда началась война 22 июня 1941 года, все, вот эта предвоенная мораль хищническая, эти разделы Европы, эти комбинации все, они закончились. Страна стала жить совершенно другим измерением. Это была Отечественная война, это было спасение Отечества. И тут уже говорить о том, кто как руководил Сталин, тоталитарный режим, система, коммунизм, некоммунизм. Это было Отечество, и Отечество надо было спасать. И это совершенно разные вещи. Именно в соответствии с планом упреждающего удара идет вся перегруппировка советских войск в начале лета 41-го года. Границы передвигаются склады с горючим, боеприпасами и вооружением. На границе развертываются аэродромы. 22 июня первый удар германских Луфтваффе будет нанесен именно по этим аэродромам. Новенькие МИГи даже не успеют подняться в воздух. За первые 8 часов войны будет потеряно 1200 самолетов. 900 из них прямо на земле. Свою войну Сталин планировал на 42-й год. В 41-м Сталин не готов ни к наступлению, ни к обороне. В 41-м Гитлер обходит Сталина на повороте. 23 июня Симонов командирован в армейскую газету. Вечером того дня он в наркомате обороны. Получал документы и обмундирование. В дневнике Симонов пишет «Шинель была хорошо пригнана, ремни скрепели, и мне казалось, что вот таким я всегда и буду». Не знаю, как другие, а я в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка. Известному поэту, драматургу и журналисту Константину Симонову в 41-м году 25 лет. Симонов ведет дневник все годы войны. Это нечастое явление. Дневники на фронте, особенно в первую половину войны, запрещены. Симонов знает об этом. Дневник хранит в сейфе у главного редактора газеты «Красная звезда» своего друга Давида Ортенберга. В 43-м году секретарь Московского комитета партии Щербаков закажет Симонову сценарий фильма о Москве 41-го года. Симонов хотел, чтобы фильм ставил режиссер Пудовкин. Он дал Пудовкину почитать свой дневник 41-го года. Пудовкин сказал, что специальный сюжет не нужен. Он будет делать фильм на основе симоновских дневников. Они вместе написали сценарий, назвали его «На старой смоленской дороге». Сценарий в высоких инстанциях зарубили. В начале 60-х к дневниковым записям, составившим книгу «Сто суток войны», Симонов напишет комментарий. В них будет дополнительная информация, они отразят более поздние симоновские взгляды. Дневниковый текст Симонов оставит неизменным, эмоциональным и кинематографичным. Из первых рук первые дни и месяцы большой войны. 24 июня Симонов уезжает из Москвы в Минск. В Москве вечером абсолютно темно. На вокзале где-то горят синие огни. Симонов пишет, первые признаки неразберихи и беспорядка. Черный вокзал, толпа людей, непонятно когда, куда и какой идет поезд, какие-то решетки, через которые они пускают. Вагоны в поезде на Минск почему-то дачные. Симонов пишет, в вагоне ехали главным образом командиры, возвращавшиеся из отпусков. Казалось, что половина западного округа была в отпуске. Я не понимал, как это случилось. Впрочем, не понимаю этого и до сих пор. 26 июня Симонов вслед с поезда в городе Борисове. Дальше к Минску поезда уже не идут. Симонов пишет, три часа метались по городу в поисках какой-нибудь власти. После долгих поисков мы с артиллерийским капитаном поймали пятитонку и поехали по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство. Над городом крутились самолеты. Была отчаянная жара и пыль. Возле госпиталя я увидел первых мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Поехали обратно в город. Немецкие самолеты гонялись за машинами. Я плюхнулся прямо в пыль в придорожную каналу. В городе уже была паника. По городу шли и бежали неизвестно куда какие-то люди. За городом по пыльной дороге на восток шли машины. Двигались пешком люди. Теперь все направлялись только в одну сторону на восток. С запада на восток вдоль дороги шли женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками. А навстречу с востока на запад шли гражданские молодые мужчины. Они шли на свои призывные пункты, мобилизованные, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами и в то же время ничего не знавшие, не понимавшие, куда они идут. Их вели вперед чувство долга и неверия в то, что немцы могут быть здесь так близко. Перед мостом народы и батальоны и отправлялись занимать оборону вдоль берега реки Березина. Немцы с воздуха вскоре обнаружили это скопление людей и начали обстреливать лес из пулеметов. Наложились, прижимались головами к точим деревьям. Нас было удобно расстреливать. Несколько человек рядом со мной были ранены, все в ноги. Как лежали в ряд, так и пересекла их пулеметная очередь. Этот расстрел продолжался до поздней ночи. Было уже все равно, оставалось только полное недоумение перед всем, что делается кругом. И еще казалось, что все это случайность, просто какой-то прорыв, что впереди и сзади наши войска, которые придут и все поправят. Ночью опять был обстрел с лобом. А с земли все, кто из чего стреляли в небо, в божий свет, в копеечку. Потом, когда выбрались на дорогу, наткнулись на группу из четырех человек, которые требовали документы у человека в штатском. Он отвечал, что документов у него нет, они опять требовали. Тогда он крикнул, документы вам, Гитлера ловите, все равно вам его не поймать. Военный молча вынул на ган и выстрелил. Штатский согнулся и упал. Не знаю, может быть, это и был агент-диверсант, пишет Симонов. Но, скорее всего, просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до отчаяния трехдневными мытарствами в поисках своего призывного пункта. Тысячи людей из остановленных и разбомбленных поездов продирались в эти дни к призывным пунктам. Как только застреленный упал, рядом разорвалась бомба. Через мгновение Симонов увидел, рядом с ним лежал застреленный и почти на нем убитый осколком военный. Больше никого не было, все разбежались. Утром неподалеку рыли окупы и щели. Симонову, как на старшего, указали на корпусного комиссара Сусайкова. Это был молодой, небритый человек в надвинутой на глаза пилотке, в красноармейской шинели и с лопатой в руках. Симонов спросил, где редакция газеты, потому что он писатель и направлен в армейскую газету. Сусайков посмотрел на Симонова отсутствующим взглядом и равнодушно сказал, разве вы не видите, что делается? Какая газета? Симонов сказал, что ему надо явиться в штаб фронта. Сусайков не знал, где штаб фронта. Он вообще ровно ничего не знал, как и все находившиеся с ним в этом лесу. Это 28 июля. Минск оставлен войсками Западного фронта. Симонов, корреспондент Известий, командирован в армейскую газету 3-й армии Западного фронта. Но это 3-я, так же как и 4-я и 10-я армии уже окружены юго-западнее Минска. Вспоминает командир партизанского отряда белорусский писатель Алексей Корнюк, живший в июле 41-го в деревне у шоссе Белосток Волковыск в Слонюк. На шоссе оставались советские танки, целенькие, покрашенные свежей краской, со справными моторами, пулеметами и пушками. Немцы на их бордах аккуратно вывели номера. У границы стоял танк под номером 1, на расстоянии 90 километров от него танк с номером 500. Танкисты без танков отступают вместе с пехотой. Связи в войсках нет, управление потеряно. На дорогах толпа людей. Это первый большой котел. 330 тысяч пленных советских солдат и офицеров. Из дневника командующего группой армии Центр генерала фон Бок 23.06.41 сообщают о многочисленных случаях самоубийства русских офицеров, пытавшихся таким образом избежать плены. В это время в Москве на Белорусском вокзале откуда уходят на фронт эшелоны уже звучит священная война. Сообщение о боевых действиях в газетных сводках Совинформбюро, которое создано 24 июня. Симонов в комментариях дневнику пишет сводки информбюро в тот период значительно отставали от молниеносно разворачивающихся событий. Неболее характерная формулировка поедут на каком-то направлении, скажем, на Минском или по Бруйскому направлению. Первый направление расплывший. Он дает только общее географическое представление от глубине нанесенного нам удара. Тогда в конце июня 41-го словечко направления на фронте произносили с едкой иронией, маскирующей отчаяние. После войны Симонов напишет, если бы избрать тогда иную терминологию, то все наши сводки в любой из дней состояли бы из доводящего до отчаяния списка десятков потерянных городов и тысяч населенных пунктов. 3 июля в сводке Совинформбюро проскакивает ремарка «Враг не выносит штыковых ударов наших войск». На самом деле вот это и есть информация. В нескольких словах истинная картина отчаянных боев, когда кроме как идти в штыковую ничего не остается. Симонов уже неделю в поисках штаба Западного фронта. Перемещается на попутных машинах. Воронки от бомб, в стороне от дороги за телеграфными столбами. Беженцы пробирались там стороной. Немцы приспособившись к этому бомбили как раз по сторонам дороги. Вот вдоль дороги и лежали трупы. Саму дорогу немцы не портили. Они собирались идти быстро и беспрепятственно. По дорогам шли еврейские беженцы из-под Белостока, из-под Лиды, из сотен еврейских местечек. Симонов пишет. Шли старики которых я никогда не видел с пейсами и бородами в картузах прошлого века. Шли усталые рано постаревшие еврейские женщины. И дети, 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 детишки без конца. Штаб Западного фронта в тот момент под Могилевым в лесу в Палахе. Некоторые отделы штаба размещались прямо на грузовиках. Здесь Симонов увидел маршалов Ворошилова и Шапошникова. Они приехали в лес на большом черном пакарде Ворошилов лично допрашивал сбитого немецкого летчика. Симонов пишет. Это был первый немец, которого я видел на войне. Этот первый немец был в событии. Все толпились вокруг него. Он был сбит у Могилева. У него был компас и он пошел на восток. Из его объяснений стало ясно, что немцы на шестой день войны должны были взять Смоленск. И этот фельдфебель, твердо веруя в этот план, шел к Смоленску. Симонов пишет. Настроение было отчаянное. По-прежнему все было непонятно. Радио сообщало о сдаче небольших городков на границе. О Нинске не упоминалось. Говорили о взятии Овна и Белостока. Между тем в Могилеве говорили, что бои уже идут под Бобруйском. Было такое ощущение, что впереди, на западе, дерутся нашими войсками находятся Нилцы. Так и было на самом деле. Только с той разницей, что наши армии на западе были окружены и выходили частями. После страшных поражений на границе в первые два дня войны, было решено не поддерживать всех, кто остался, не помогать окруженным частям, не бросать на съедение новые дивизии. Симонов пишет. Решили оставить всех там, впереди, на произвол судьбы, драться и умирать. А из всего, что было в тылу, по Днепру и Березине, организовать новую линию обороны. Если бы не это, немцы действительно за шесть недель дошли бы до Москвы. Вокруг Могилева повсюду рыли. Вся Могилевщина и вся Смоленщина изарыта окопами и рвами. Немцы их потом спокойно проходят. Симонов работает в газете в Могилеве. Он часто сам развозит газеты, те части, которые сможет найти. По дороге по одному по два попадаются грязные оборванные люди. Совершенно потерявшие военный вид это окруженцы. На проселочной дороге Симонова останавливает не весь, откуда взявшийся милиционер. Он спрашивает, что ему делать с этими бредущими одиночками. Отправлять куда-нибудь или собирать вокруг себя. Симонов говорит, чтобы он их собирал, пока не появится какой-нибудь командир. Милиционер остается на дороге. рядом на обочине сидят двое вырвавшиеся из окружения. В тот же вечер в политотделе штаба фронта Симонов прочел речь Сталина, записанную на слух радистами. Это было сталинское обращение к народу 3 июля, начинавшееся знаменитыми словами. В дневнике Симонов комментирует выступление Сталина. Первое, это речь давала понять, что немцами захвачена огромная территория и что опасность крайняя. В сводках с Овенформбюро об этом не говорилось. Теперь, пишет Симонов, стало легче от того, что это было сказано вслух. Второе, мы поняли, что наши надежды, что где-то готовится могучий удар, что немцев погонят не сегодня, так завтра, мы поняли, что это не более, чем плоды фантазии. И надо забыть, что мы слишком долго готовились совсем к другому, к победоносному началу войны. Симонов пишет в дневнике 41-го года. Слова «Друзья мои» в «Сталинской речи», помню, тогда тронули до слез. Сталин в том июльском обращении произносит, враг ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма. Сталин все еще живет в эпохе 20-30-х годов, где успешно действовали штампы классовой борьбы. А люди уже живут в эпоху Отечественной войны, и вся предыдущая жизнь отныне и навсегда будет называться просто и емко, до войны. Сталин все еще этого не чувствует, он не поспевает за народом, от которого впервые зависит его личная судьба, и к которому именно поэтому он впервые обращается «друзья мои». И когда он в обращении говорит, что советский народ теперь должен отказаться от беспечности и благодушия, это излишне. Война и без Сталина вовсю учат советских людей, вернее тех из них, кто не погиб тогда в первые дни и недели. Через 20 лет в комментарии к дневнику 41-го года Симонов продолжает тему «Сталин и начало войны». Все прошедшие годы ему не дает покоя вопрос, почему Сталин не желал верить в то, что война начнется летом 41-го года. Я допускаю, пишет Симонов, что Сталин считал, что с ним, с исторической фигурой такого масштаба, Гитлер не посмеет решиться на то, на что он решился раньше с другими. Симонов продолжает, в случае со Сталином сказалась разлагающая личность влияние неограниченной власти. Он мнил себя способным планировать историю. Другой вопрос, говорит Симонов, что даже в самых сложных условиях существует еще и ответственность общества, когда оно вручает власть в руки одного человека. Нельзя забывать о нашей ответственности за то положение, которое занял этот человек. Именно этот Симоновский комментарий главная причина запрета на публикацию его дневников 41-го года под названием «Сто суток войны». Они должны были увидеть свет в журнале «Новый мир» в 1966-м году. «Сто суток войны» напечатаны не будут. Из секретной докладной записки начальника главлита Охотникова в ЦК КПСС. При контроле сентябрьского и октябрьского номеров журнала «Новый мир» обращено внимание на содержание записок К. Симонова и комментарии автора к ним. Далее в форме доноса четко излагается содержание симоновских антисталинских комментариев. Докладная заканчивается словами «Произведение снято из номера». Дневники были положены на полку потому что политуправление армии главный враг Симонова по мере того как он становился не только историком но и совестливым историком этой войны по мере того как все больше и больше имел возможность влиять и консультировать военачальников и простых участников Великой Отечественной Войны по мере того как он все больше и больше занимался этой историей По мере этого Пур все больше и больше его ненавидел, потому что у Пура была идея найти однозначное, понятное всем истолкование событий и трагедий Великой Отечественной войны, дать их всем в качестве краткого курса истории Великой Отечественной войны, как краткий курс ВКПБ, чтобы все им руководствовались. Больше всех этому противостоял Симонов. Симонов в то время обладатель одного из самых громких имен в советской литературе. Его стихи знают не только по книгам. Всю войну они публикуются в газетах. Это невероятная известность. В 66-м по поводу своей книги «Сто суток войны», которую считал лучшей, Симонов рискнул обратиться в высочайшую партийную инстанцию. Он не получил не только поддержки, но и вообще какого-либо ответа. На самом деле, у Симонова и до этого уже была возможность убедиться в том, что война – это тщательно охраняемая во многом запретная тема. В 65-м, к 20-летию победы, он делал доклад на пленуме правления Московской писательской организации. 65-й год, первый год после Хрущева – это начало ресталинизации, тихое возвращение Сталина на позиции, отнятые у него 20-м съездом партии и Хрущевской партии. Симонов в 65-м году с трибуны заговорил о сталинских репрессиях в армии, в точке зрения их прямого влияния на неготовность страны к войне. Симонов говорит, нет, нельзя все сводить к именам нескольких расстрелянных военачальников. Вряд за ними погибли тысячи и тысячи, составлявшие цвет армии. И не просто погибли, а в сознании большинства ушли с клеймом изменников Родины. Но речь идет не только о тех, кто ушел. Надо помнить, что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии. Система подозрений, обвинений, арестов и расстрелов живет вплоть до самой войны. Такова атмосфера накануне войны с фашистской Германией. Симонов говорит, Сталин оставался верным той маниакальной подозрительности по отношению к своим, которая обернулась в потере бдительности по отношению к врагу. Главная вина его перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки компетентных людей не имеют возможности доказать главе государства масштаб опасности. Только обстановкой чудовищного террора и его многолетней отрыжкой можно объяснить нелепые предвоенные распоряжения. Мы, пройдя через кровь и страдания, снова к прошлому взглядом приблизимся, но на этом далеком свидании до былой слепоты не унизимся, слишком многих друзей не докличится повидавшая смерть поколения. И обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении. Еще до этого доклада в феврале 65-го в подмосковной Барвихе Симонов разговаривает на ту же тему с одним из главных героев войны, маршалом Коневым. После этого разговора Симонов напишет, «Не подлежит сомнению, что если бы 37-38-го годов не было, и не только в армии, но и в стране, то мы в 41-м году были бы несравненно сильнее, чем мы были. Воевали бы все они, те, которые выбыли. И тогда из всех нас война выбирала бы и выдвигала лучше». В июне, в июле 41-го Симонов на фронте встречает людей, вернувшихся в армию из лагерей накануне войны. Из их числа комкор Петровский, чей корпус стоит в эти дни на берегу Днепра. После войны Симонов прочитает июльские приказы Петровского. Они свидетельствуют о трезвости в оценках обстановки, спокойствии и самостоятельности в эти тяжелейшие дни. В 41-м он соответствует служебной характеристике, полученной еще в 25-м. Обладает сильной волей, решительностью. Военное дело знает и любит его. В том же самом месте, где Симонов встретил комкора Петровского, потом в Симоновском романе «Живые и мертвые» будет ждать боя Федор Федорович Серпилин, арестованный в 37-м, получивший 10 лет, а потом также неожиданно отпущенный. Перед рассветом, лежа на охапке сена, Серпилин будет думать, спрашивается, кому же перед войной понадобилось лишать армию таких людей, как он, Серпилин, какой в этом смысл? Время заключения в сознании Серпилина было, прежде всего, бездарно потерянным временем. Вспоминая теперь, на войне эти пропащие 4 года, он скрипел от досады зубами. Серпилин – самый яркий герой главного симоновского романа. Но Симонов встречал и других людей, попавших на фронт после лагеря, и о них тоже писал. И эти другие лично бесстрашны перед врагом, но после ареста и заключения беспомощны и безответны для их вышестоящих нечастников. На командирских должностях они не способны на решение, чем губят и губят солдатские жизни. Их было много таких, изуродованных лагерем. В повести Пантелеев Симонов даст такому человеку пустить себе пулю в лоб. В реальной жизни 41-го года его прототип пошел под трибунал. А Симонов за повесть с таким действующим лицом был подвергнут критике с явными намеками на авторскую неблагонадежность. И немедленно получил по морде, причем получил от человека в его биографии, отмеченного неоднократно, от Алексея Саныча Суркова, который написал, что Симонов излишне драматизирует первые месяцы войны, что это все больше похоже на истерику, чем на литературу. Хотя, поверьте мне, эти две повести вообще лучшее, что он написал в прозе о Великой Отечественной войне. Это высочайшего класса военная проза. Или просто проза. К Симонову в Могилев приезжает бригада из известий. В ее составе поэт Сурков и фотокорреспондент Трошкин. Они на новенького на фронте. Симонов в это время уже отчетливо формулирует свои впечатления первых двух недель войны. У меня было такое чувство, что уже ничего тяжелее в жизни я не увижу. Мне и сегодня кажется, что так оно и есть. Одна из поездок известенской бригады в Смоленск. По дороге усталые и пыльные заехали в какую-то деревеньку, зашли в избу. На широкой лавке сидит старик, одетый во все белое. Белую рубаху, белые порты с седой бородой. Старуха усадила нас на лавку рядом со стариком и стала поить молоком. Зашла соседка. Старуха у нее спросила. А Дунька все голосит. Голосит, сказала соседка. У нее парня убили, объяснила старуха. Вдруг открылась дверь, и мы услышали, как в соседнем дворе пронзительно кричит женщина. Старуха сказала. Все у нас на войне. Все сыны на войне и внуки на войне. А немцы сюда скоро придут. А? Мы сказали, что не знаем. Хотя чувствовали, что скоро. А старик все сидел и молчал. И мне казалось, пишет Симонов, что если бы он мог, он умер бы. Вот сейчас, глядя на нас, людей в красноармейской форме, и не дожидаясь, пока в его избу придут немцы. А что они придут сюда? Глядя на его лицо, мне казалось, что он уверен. Он качал своей столетней головой, как будто твердил. Да-да, придут, придут. Симонов в дневнике пишет. Это дневник. Это дневник. А это стихи. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как крынки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождей их груди. 172-я дивизия, которую обороняла Могилев, стояла на западном берегу Днепра. Дивизионный комиссар Черниченко сказал Симонову, что лучше всего в его дивизии дерется полк Кутепова. Разговор об этом шел ночью. Ночью же Симонов с фотокором Трошкиным выехали к Кутепову. Это была ночь с 13 на 14 июля. Вот этот безумный, напружиненный хребет в отчаянии, хрепящий просто в отчаянии страны. И поле под Могилевым, где стоит часть, которая не собирается отступать, которая окопалась и набила около 40 немецких танков и самоходок перед своим передним краем, в которой полный порядок. Два дня до этого, 12 и 13 июля, у Кутепова шел бой. 12-го на Кутеповский полк шли танки генерала Моделя. Танки с открытыми люками, из которых по пояс торчат немецкие офицеры. За танками пехота с закрученными рукавами. Танки идут по ржаному полу. Кутеповцы уничтожат 39 танков. Это самый ожесточенный и самый результативный бой в ходе обороны Могилева. На следующий день, 13-го, немцы предпримут психическую атаку. Их пехота пойдет стройными колоннами с развернутыми знаменами. Из этих колонн усылеют немногие. Ночью, после отражения психической атаки, 45-летний Кутепов рассказывает Симонову о происшедшем с мальчишеским задором. Вот говорят, танки, танки, а мы их бьем. Если пехота решила не уходить, никакие танки с ней ничего не смогут сделать. Можете мне поверить. Он, там их танк стоит. Вот куда дошел. А все-таки ничего у них не вышло. 14-го июля Трошкин снимает подбитые немецкие танки на глазах у немцев. Он вытаскивает из танка немецкий флаг, заставляет красноармейцев залезть на танк. Снимает их на танке, рядом с танком, с флагом и без флага. Симонов пишет. Он вообще окончательно обнаглел. Потом Трошкин фотографирует командира батальона капитана Гаврюшин лет 30-ти. Три дня не бритого, со свалявшимися под фуражкой волосами. На лице у Гаврюшина странное выражение. Готовность еще сутки вести бой, и в то же время готовность уснуть в любую секунду. Война – это очень тяжелая работа. 12-го июля бой шел 14 часов подряд. 13-го июля – 10 часов. Но ожидание боя тяжелее самого боя многие не выдерживают. Бегут их, ловят. Трибунал – расстрел. Трошкин перед тем, как сфотографировать Гаврюшина, заставляет его надеть через плечо автомат, вместо фуражки – каску. Эта амуниция на редкость не идет капитану, как она обычно не идет людям, сидящим на передовой, пишет Симонов. Фотокорреспондент из Вести Трошкин погибнет в 44-м. В 41-м снимал Трошкин и командира роты Хоршева, такого молодого, что было странно, что вчера он дрался до последнего патрона и потерял половину роты. 14 июля на Буйническом поле стояла тишина. Работала немецкая похоронная команда. Кутеповцы не мешали. Большой участок в несколько гектаров на нейтральной полосе был заставлен березовыми крестами над немецкими могилами. В ночь с 12 на 13, во время передышки между боями, наши и немецкие похоронные бригады работали вместе. 14 июля полковник Кутепов говорит Симонову, мы так уже решили тут между собой, что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут у Могилева и будем стоять, пока живы. После войны в комментариях к дневникам 41-го года Симонов будет много раз думать о том, что было целесообразнее, стоять насмерть или отступать, отводить войска, избегая окружения. Но мы были катастрофически не готовы к спланированному организованному отступлению. Симонов пишет, мера нашей неподготовленности к войне была так велика, что мы не можем при воспоминаниях о тех днях освободить свой лексикон от такого тяжелого слова, как «декстра», или употребляя солдатское выражение того времени, «драп». И сейчас, при самой трезвой оценке всего, что происходило, мы должны снимать шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестких оборонах и насмерть дрался в окружениях, обеспечивая возможность отрыва от немцев, выхода из мешков и котлов, другим частям, соединениям и огромной массе людей, группами и поодиночке, прорывавшихся через немцев к своим. Героизм тех, кто стоял насмерть, вне сомнений. Если бы страну честно и грамотно готовили к реальной войне, этот героизм принес бы несравнимо большие результаты. У ополчанцев под Могилевым одна винтовка на троих. Топор, вилы, лопата также считаются оружием. Начальник главного политического управления советской армии Епишев 19 ноября 1966 года напишет по поводу книги Симонова «Сто суток войны». Новая книга Симонова является глубоко ошибочной, недостойной советского писателя. Она может нанести серьезный вред патриотическому воспитанию нашей молодежи, искаженно показывая подвиг нашего народа во имя защиты завоеваний октября. Симонов перед смертью завещал развеять свой прах на том поле под Могилевым, где в июле 41-го насмерть стоял полковник Кутепов. И Кутепов, и Гаврюшин, и Хоршев погибнут в окружении. Немцы пойдут на Смоленск и возьмут его в самом конце июля. Симонов в это время будет несколько дней в Москве. Он переходит из известий в Красную Звезду. В эту короткую паузу ему предложено написать несколько стихотворений для газет. Симонов пишет «Жди меня». В дневнике Симонов отмечает «Первым читателем «Жди меня» был писатель Лёва Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание. Но такое заклинание совершенно оправдано для воюющего мужчины в страшном 41-м году. Продолжение следует...